доброго дня всем любителям старины вот добрался до церкви до этой давно хотел показать и сам посмотреть храм тихинской иконы божьей матери в алексеевском храм открыт будни 7,2-7,0 вот читайте алексеевское кладбище а не здесь ли похоронен ли отцом могу ошибаться, но где-то по-моему в этой стороне так он же Кирилл так друзья, ну что мы видим вот это необычная такая штука лесенка конечно же новенькая вот эти башенки неизвестно когда построены сейчас будем искать так ну что, в первый же раз мне не раз покидается в глаза что вот как раз арочка была арочка была и ее как раз перестроили вот пожалуйста вход в подземку вход в подземку цвета отличаются, видимо краска закончилась малиново-бордовая так, памятник архитектуры церковь тихинской иконы божьей матери в селе-Алексеевском построил в 1600… внимание в 82-м году 1600 году, 1682 года же не было ау! 1700 же нам Петр I придумал только что так ладно едем дальше ищем смотрим ой тут ребята ребята смотрим видим находим вот это что копали скорее всего еще этажик есть шикарная просто идем-идем-идем видите да как откопано все это дело идем-идем-идем так разобраться это наше дело великанское здание гигантский 4 был компаса не включу замерить и алтарь но там по моему явно не восток так если там север сейчас все найду все расскажу так леса леса поля по-моему точно даться здесь так вот с этой стороны вид о знакомые нам пиковые орнаменты вот они как тайнинском храме здесь хотя бы окна не заложили то есть не окна резонаторы остальные заложили таких полосочками или не с чем так идем по кругу очень интересно очень интересно вот древнее дерево вижу что типа сосны похоже было ох гигант больше двухсот лет прибаву вот видите оказывается все есть вот эти постройки кстати какие-то старинные думаю что окна у них тоже с двери в окнах там гостиница космос боком к нам стоит так 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 ну и что и все наверное задачная смысл отности я попробую какой кирпич то посмотрите друзья по кирпич закругленный водосток сделали уже интересненько идем 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 как всегда идем куда не туристическим маршрутом правильно так вот что такое у нас посмотрите потом мне расскажите идем 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 и находим старые надробные камни вот такой орнамент что написано не вижу к сожалению может через камеру будет видно ох вот это да а вот это да откуда здесь рельсы интересно вот пожалуйста узкоколейка это что такое очень интересно так подожди с этим закончим было навершие какой-то книга и и переходим сюда михаил иванович михаил иванович коровин родился 1 ноября 1845 года скончался 11 февраля 1905 года жития 59 лет и месяц 11 дней спеши я жду тебя подруга дорогая кто кого ждет не совсем понял так а кто его сделал интересно узнать а сделали его Георгий Лист Жора Лист так интересненько следующий шедевр посмотрите кстати вот у нас старый раскол внутри внутри дорогие мои друзья исследователи что это за камень я не знаю какого-то красного цвета ржавого а внутри вот металл запаян был может гранит забыл название еще как-то черного камня бывает так под этим камнем покоится тело крестьянина Ивана Степановича а это михаил а это его видимо сын коровина скончавшегося 7 октября 1877 года в 5 часов утра жития его было 54 года так теперь вот здесь незримые дальше навнезримые надзвездные надзвездные не понимают надзвездные селения ничего не понял души ваши сокрылися от нас вы на земле любили нас до забвения но вот пробил вам смертный страшный час может и не страшный и к богу сил возносится моленый за незабвенных родителей для нас ничего не понятно в общем о том и смысле так а это делал Кабанов Кабанов это мы знаем где против Почтамта главпочтамта помните он показывал а нет здесь не показывал когда буква там отпала помните матрица играла инстаграмщики должны помнить в Москве то есть Мясницкая Мясницкая по классике с другой стороны потом и здесь почему-то почему-то без опознавательных знаков так куда а есть извиняюсь нельзя извиняюсь господи прими дух его с миром Федор Иванович Коровин родился 2 февраля 1649 скончался 19 июля 1909 есть контакт так сейчас другой стереноград которая старинная но вот уже подгнивает уже подгнивает под сим камнем покоится тело Матрены Андреевны Коровин скончался 14 декабря 1882 года в 6 часов вечера житья ей было 59 лет вот имеем ввиду господи прими дух их с миром Воробьев Эдуард Иванович интересно что-то везде где старенькая что-то везде интересно так ну что все иду я тогда внутрь всем добра и красоты Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...